Экспедиция стартовала в Питере. В выходные добралась до нашего края. В этом году, а статистика уже подведена, анонимно проверить свой ВИЧ-статус пришли около 400 человек. Я не наркоман вообще, просто хочу знать, здоровый я человек или нет. Защитить, допустим, свою девушку. Есть ли на твоем теле татуировки? Нет, я в принципе веду обычный здоровый образ жизни. Вопрос ВИЧ-инфекции для Алтайского края остается актуальным, впрочем, как и для всей страны. Мы абсолютно не говорим о каких-то достижениях в плане победы над этой инфекцией. Говорить фразу «это не про меня» сейчас не стоит. ВИЧ сегодня эпидемия, хотя ученые считают, что масштаб заболеваемости достиг уровня пандемии. Вирус умонодефицита человека – болезнь, при которой организм теряет способность сопротивляться инфекциям. Подобное врачи сейчас с легкостью контролируют. Если ВИЧ заражен и принимает терапию, он не опасен и живет практически, как любой здоровый человек. Скажите, пожалуйста, как относитесь к ВИЧ-инфицированным людям? Нормально, они такие же люди, как и мы. Ты свой ВИЧ-статус знаешь? Нет. А хочешь узнать? Можно пройти тест прямо сейчас. Да не думаю, что для меня это актуально будет. Заражают твари. А если серьезно? Ну если серьезно, ну что, ну ВИЧ-инфицирован, ВИЧ-инфицирован, они же лечатся. Экспедиция ВИЧ объедет 157 городов России. Врачи надеются, что сделают десятки тысяч тестов. Ведь только в Алтайском крае из 400 человек 2% тестированных узнали, что они ВИЧ-инфицированы. Риски есть у всех, потому что сейчас незащищенные половые контакты практически у каждого человека. Страшно ли тебе будет познакомиться с ВИЧ-инфицированным? Мне не страшно. Не страшно ли тебе сейчас развернуться на камеру? Ну, сложно сказать, но нет. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин. День с толком.